У меня дома в Центральном Черноземье уже давным-давно с деревьев облетела почти вся листва, а здесь, на юге Ростовской области, еще царит золотая осень. И я, Роман Шкловский, в этот осенний вечер нахожусь на территории охотничьего участка, который называется Александровский лес. А знаменит он на всю страну своим большим поголовьем оленей. Раз уж мне посчастливилось побывать здесь, в Александровском лесу, конечно, я не могу не попробовать пофотографировать оленей. Единственное, у меня аппаратура не совсем предназначена для фотоохоты. Объектив-портретник. Но, тем не менее, не зря есть поговорка, охота – пущение воли. Поэтому, может быть, что-то получится. Но не получится воздухом свежим подышу. В любом случае, удовольствие на природе. КОНЕЦ Александровский опытный охотничий участок находится в юго-западной части Азовского района. Причем занимает лесной площадью 5525 гектар, а общая площадь составляет 13 тысяч гектар. Лес здесь рукотворный, создан руками человека в 1884 году. Был запущен в Александровский лес первые восемь оленей в 1972 году. С этого времени начался отсчет существования нашего участка. И вот с этой базы, так сказать, мы начали расселение оленей по Ростовской области, на север Ростовской области и по всей России. Ростовской области В общем-то, конечно, я приехал сюда не оленей фотографировать, а попробовать поймать рыбу с помощью нахлостовой снасти на реке с довольно смешным названием «Мокрая Чембурка». Но пытаясь сделать фотошедевр, я как-то совсем забыл о времени. И отправляться сегодня в путешествие вниз по реке не осталось ни сил, ни желания. Никуда сплавляться сегодня я, конечно, не буду, байдарку надувать я не буду, но половить рыбку все равно хочется. И вот здесь очень хорошие обустроенные такие помосты, с которых можно забрасывать там любую снасть. Ну, я, конечно, без нахлостовой никуда. И сейчас я попробую, ну, хоть что-нибудь поймать. Не ради еды, а просто ради удовольствия. Чем хорош нахлост, в одной коробочке можно разместить приманку на любую рыбу, от уклейки до настоящего трофея. Конечно, никакого трофея я сейчас поймать и не надеюсь. Тем более светового времени осталось, ну, 30, ну, может быть, 40 минут. Более того, я не знаю, какая рыба здесь вообще вводится. Так, судя по местам, ну, очень щучьи должны быть места. Течения никакого, тростник большой, камыши, заросли. Щука должна быть. Но щука вся должна быть на той стороне как раз, куда я без плавсредства попасть не могу. Ну, а с этого помостика, ну что, попробую поймать вездесущую красноперку. Вообще-то красноперка для меня самая легкая добыча. Особенно на незнакомом водоеме. Вот и в этой речке ее оказалось тоже достаточное количество. Вот это первый трофей, пойманный на речке, мокрая чембурка. Пойманный честно, с помощью нахолстовой снасти, вот видите, на маленькую-маленькую нимфочку. А знаете, как делают, чтобы рыба на фотографиях была большая? Делается все очень просто. Рыба должна быть на первом плане, а человек на заднем плане. И тогда получается, смотрите, что трофей растет просто на глазах. Если еще не показывать пальцы в этот момент, то есть вот, допустим, вот так, то получается, что я поймал громадную-громадную красноперку, которого просто не бывает на самом деле. Вот такой небольшой секрет. Ну, те, кто занимается фотографией, и те, кто занимается фотографированием своих трофеев, те об этом, конечно, знают. Следующая поклевка не заставила себя долго ждать. Приманка, то есть искусственная мушка, все та же небольшая нимфочка с латунной головкой. О, завидный трофей, не правда ли? Сегодня это самая большая пойманная мной рыба. Она зацепилась за самую губу. Никаких телесных повреждений не имеет. И у нее есть все шансы вырастить в большущую красноперку. Ну, плыви. Субтитры создавал DimaTorzok И вот наступило утро. А я, вместо того, чтобы неспешно сплавляться по мокрой чумбурке, все еще нахожусь на территории охотбазы. Но нахвостовики меня поймут. Я не мог не посетить фазанию ферму. Дело в том, что огромное количество нахвостовых мушек изготавливается из пера этой красивой птицы. В том числе и нимфы, на которых я вчера ловил красноперку. Ну что, друзья, коллеги, нахвостовики. Вы видите, я попал в настоящий нахвостовый рай. Сколько здесь мушек? Миллион? Сто миллионов. Ну, а для тех, кто не знает, кто не увлекается нахвостом, я поясню. Дело в том, что перо фазана, хвостовое перо фазана, это один из наиболее часто употребляемых материалов при вязании приманок для ловли рыбы нахвостовым. Нахвостовых мушек, так называемых. И вот я сейчас нахожусь на фазане-ферме. И мне разрешили набрать столько, сколько я могу набрать себе материала для будущих уловистых приманок. Поэтому сейчас я этим попробую заняться. Вот, вот это уже настоящий трофей. А перья-то у него какие, хвостовые. Ты вообще очень красивая птица. Ну что, дашь мне пару перышков, не? Молчит. А молчание – знак согласия. А как у него перья? Прямо выдирать и все? Ну, аккуратно, дёргай так вот длиннее. Не задом же, конечно, по одному. Ну, па... Оп! Здесь тысяча мушек. Спасибо тебе, дружище. Лети. Байдарка у меня на плече. Удочки в руках. Штатив второй тоже здесь. Пойду ловить рыбу. На мокрой чемпурке. Какое смешное название. До сих пор не привыкну. В этот раз я всё-таки собрал свой спиннинг. Всё лето он проездил со мной. Но я настолько увлёкся нахвостовой снастью, что спиннинг даже ни разу и не расчехлял. И в мыслях не было. А вот здесь, на охотничьей базе, я вчера вечером только и слышал рассказы о поимках трофейных щук. Поэтому я решил изменить нахвостов. Зачем? Ну, чтобы успех, что называется, был гарантирован. Всё-таки опыта ловли щук спиннингом у меня гораздо больше, чем с помощью нахвостовой снасти. Как мне сказали, на этой реке очень много гибрид, так называют они эту рыбу. Ну, какая-то помесь карася, ещё с кем-то. Но сказали также, что есть тут и щука. Но пока щука никак себя не проявляет. Я уже попробовал оба своих самых проверенных воблера. Это юзури и хаски-джерк. Ну, хаски-джерк здесь не везде можно применить, потому что здесь бывает очень мелкая. И как раз, на мой взгляд, вот в этих затонах мелких, заваленных корягами, деревьями, самая должна быть щука-то. Ну, уж в средней полосе, я не знаю, у нас, ну, точно уже бы, я не знаю, поймал бы пару штук. Здесь пока никак. Вот. Ну что, проплыву ещё подальше, посмотрим места. Редька красивая. Места дикие. Тут даже слышны иногда вой шакалов и волков. Но это, правда, те, которые на базе находятся в загородке. Но, тем не менее, свой шарм такой присутствует от этих звуков. Субтитры создавал DimaTorzok А вот этот участок, мне кажется, очень перспективный. Правда, мелко довольно, но зато коряги, камыш, заливчик, щука обычно очень любят такие места. Сейчас я это проверю. Проверка этого места результата не дала. И другого места тоже. И ещё одного. Ди шоу. Ди шоу. Какая живописная протока. Вернее, это даже не проток, по-моему, а залив. Поваленные деревья. Сказка. Но и в этой сказке зубастой красавицы не оказалось. Я решил отправиться на поиски других мест вниз по течению. Вообще-то течения здесь как такового практически нет. Вся река буквально перегорожена плотинами. По крайней мере, в этом промежутке. Субтитры создавал DimaTorzok А вот и очередная дамба. Ну вот и перегорожена мокрая чумбурка. И здесь уже все признаки цивилизации. Дорога. А такая красивая речка была. Додого. Мусор, как всегда. Где есть люди. Ну что, перейду эту плотину. Посмотрю, что там на той стороне. Продолжает она свой путь к Азовскому морю. Или уже превращается в нечто другое. Похоже, это место водопоя. Ну и дальше, вон видно, мелкое-мелкое разлившееся озеро. Дальше, да, течет. А здесь все истоптано. Сюда приходит, наверное, и оленей, которых здесь очень много в Александровском лесу. Точно, место водопоя. Около этой дамбы я и решил еще раз проверить наличие щуки. Но должна она здесь быть. По всем признакам должна. Мелко, правда, очень. Вот тут я и пожалел, что не взял в лодку нахлостовую снасть. Зря я так понадеялся на спиннинг. Ну да ладно. Есть у меня плавающий мелководный воблер Юзури. Если щука здесь вообще живет, должна клюнуть. Ну вот, маленький щуренок попался на эту Юзурию. Конечно, здесь очень-очень мелко. Все заросло травой. И вот плавающий Юзурик это единственный из тех приманок спиннингов, которые у меня есть, на которые в данном месте можно что-нибудь поймать. Ну вот такой небольшой щуренок. Сейчас я его, конечно, отпущу. Мой путь лежит дальше на юг. Нет прекраснее и мудрее средства от тревог, чем ночная песня Шин. Слова из этой песни настроили меня на философские лад. Ведь правда, есть что-то магическое в дороге, бегущее вам навстречу, как будто живешь другой жизнью, где нет ни проблем, ни забот, нет ни прошлого, ни будущего, а есть только путь, по которому ты движешься. А полоса разметки, как линия жизни, то сплошная, а то прерывистая. И лишь розовеющее на востоке небо напоминает о пройденных километрах. А вот и конечная точка моего автомобильного пути. Река Кирпили Краснодарского края. Здесь я тоже буду ловить рыбу. По крайней мере, пробовать. И ловить я теперь буду исключительно с помощью нахлостовой снасти. Хватит мне экспериментов со спилингом. Все-таки сроднился я с нахлостым, комфортнее мне с ним. Вот и буду ловить нахлостовой удочкой. Даже в таких не совсем подходящих условиях. Ветер, конечно, еще тот. Не каждый день такое бывает. Что называется, повезло. Я собрал удилище седьмого класса под щуку и поплыл искать с бастами. Понятное дело, я старался ставить байдарку таким образом, чтобы ветер, как говорится, был в руку. То есть, помогал, а не мешал забросу. Но, в конце концов, мне такое позволение сказать, ловля надоела, и я поплыл искать убежище в камышах. Нашел небольшой заливчик такой, где очень много мелкого окуня. Сильный ветер на акватории, а здесь тишина. И здесь себе пристанище нашел вот это мелкий... Вот есть! Буквально с каждого заброса. Ну, конечно, для удочки седьмого класса это несколько не та рыба. Я-то надеялся щуку половить. Ну, вот напал на целую большую стаю этого окуня. голодного. Тоже рыбка. Вот еще один. Музыка. 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 Пробую показать, как с каждого заброса клюет окунь. Ну, окунек, окунь, конечно, это громко сказано. Вот, вот, пожалуйста, долго ждать не пришлось. Вот он. Продолжаем наш эксперимент. Ох, ну и ветер. Вот он, вот. Видите, все в реальном режиме, я не выключаю камеру. Из каждого заброса ловится окунь. Вот, вот, пожалуйста. Продолжаем эксперимент. Вот. Какой-то третий там по счету у нас, да? Вот, пожалуйста. Кошачий размер, конечно, но весело все равно. Вот побольше чуть-чуть попался экземплярчик. Но тоже трофей, скажем так, невелик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, это уже похоже на рыбу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оставив несколько более-менее товарных окуней для ухи, я решил закончить с рыбалкой в этом месте и продолжить свой путь к Азовскому морю. Так что скоро увидимся. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА